привет сегодня наша метафорическая медитация будет посвящена очень чудесному вопросу какой сказке находитесь вы сейчас в какую сказку вы держите путь посмотрим если нам не понравится сказка которую вы держите свой путь мы спросим тогда а собственно что надо сделать чтобы прийти другую сказку да то есть мы еще и поражим я буду использовать вот такую метафорическую колоду метафорических карт по моему хотели называется то есть это русские народные сказки и конечно что классно и чудесно что все это дело мы с вами волшебное доделаем чудесное время праздника купала потому что мы все еще его ощущаем и все еще не чувствую на этот самостояние вообще лето это маленькая жизнь ну так вот начинаем вот мои карты и перетисовала хорошенечко не у нас будет с вами три варианта первый вариант будет вот такой вот листик вот такой вот листик с божьей коровкой вот такой вот красивый кружочек с моментом и вот такой вот замечательный ключ выбирайте ваш вариант вариант вашей сказки у нас вот вариант сказки итак какой вы сейчас находитесь в сказке и в какую сказку вы направляетесь ну что открываем так смотрим интересная сказка да интересная ну что же здесь кто вы здесь на этой картинке помните да что метафорические медитации это не расклады таро где таролок вам все рассказывает как есть что говорит карта метафорическая медитация основана на ваших ощущениях и на ваших мыслях какие мысли вам приходят когда вы смотрите на эту карту кто вы здесь вы царь который хочет выдать замуж девицу да или хотя бы просто спрашивает чё ты плачешь то девица то царевна ты наша вы сама царевна которая плачет вы вот этот вот шут который сидит и просто ну просто вот потерял все силы рассмешить нашу-то царевну или вот это утешающая сторона да вот вот эти вот дамы кто вы утешающая сторона любом случае сказка в которой вы сейчас находитесь возможно у вас все все хорошо сейчас я свою интерпретацию да да и ну смотрите как она там с вами резонирует да потому что вы можете свою сказку можете поставить на паузу и подумать как это может быть я теперь дам свою интерпретацию так любом случае кем бы вы тут не были на этой картинке все вроде бы хорошо все вроде бы замечательно и тепло и сытно и дом полная чаша но вот душевной до радости не хватает вот что-то все равно печалит вас печалит какая-то тревога депрессивное настроение вас обуревает может быть скучаете по кому-то в любом случае какой-то вот недостаток недостаток радости в любом случае да кем бы вы не были на этой в этом сюжете потому что ну кому кому тут радостно от того что в семье или там где вы находитесь кто-то плачет если подходить в общем вдруг вы вообще не можете поделить себя вот эта вся картинка это я ну тогда можно сказать что вот вроде бы и здоровье есть допустим все органы здоровые один хромает ну там допустим сердечко барахлит да ну вот как то вот все равно вот чего-то не хватает для счастья хорошо мы увидели где вы в какой сказке в какую сказку вы идете ухты смотрите вас поздравляю дорогие вы идете в очень хорошую сказку мне кажется в хорошую посмотрите опять же что он говорит это этот сюжет сюжетная картинка да о чем это для вас метафорической медитации хозяин вы хозяин сюжета вы можно сказать как 4d да мы идем 4d и мы там будем строить свой сюжет там и над нами уже матрица 3d не властелинка поэтому от нашего ощущения все и будут зависеть как там и что но посмотрите что туда как о чем это для вас что тут солнце солнце птицы креет солнце или полить солнце радуетесь в солнце или как-то вам не очень это солнце нравится это этот дом полностью вам принадлежит вы можете из него выйти когда хотите или нет стражники что этого сохраняют чтобы кто-то не зашел в этот дворец лишний да чужой либо вы там пленница вот все же может быть по-разному да а моя интерпретация смотрите кораблик там кораблик видите кораблик и либо вы плывете в этот дворец прекрасный во что-то новое прекрасное какой-то новый город новая страна либо новая квартира кто-то замуж выйдет кто-то поступит в институт кто-то квартиру себе купит это просто снимет квартиру и улучшить жилищные условия кто-то огород расширит ночью что-то такое приятное буду любом случае одна из башенок будет ваша только ваши вот этот кораблик либо это вы ждете кого-то да кто-то приедет наоборот к вам и там уже пир горой столы ломятся все будет чудесно сказка замечательно ну что интересно да что вы вы еще вот как мне кажется смотрите сравним вот это вот первую картинку вторую да вот я вам дам сейчас мысль может быть вы согласны с нею будете что вам нужно свое душевное равновесие до поправить не время не время себя разбрасывать не время там шумных компаний каких-то до время стать цельным вот таким круглым как это солнышко время стать цельным время навести порядок время заняться своим внутренним миром внешностью тоже время заняться займитесь собой займитесь собой потому что скоро своим жильем своим душевным комфортом время заняться душевным комфортом чтобы вода вот так вот я поставлю чтобы вот эта сказка у вас стала главенствующей вот вы придете в эту сказку в эту прекрасную сказку эту сказку хорошо вот это была наша первая сказка теперь наша вторая сказка сейчас она строюсь на канал человеком который выбрал нашу наш второй вариант нашу вторую сказку какой сказки вы сейчас находитесь и в какую сказку держите путь какую сказку ну что смотрим ох ты какой сказки вы сейчас находитесь так наша метафорическая медитация состоит в том что мы не ждем от меня до чтобы я всем рассказала интерпретацию этой этого сюжета сказочного а мы смотрим какие ассоциации возникают вот лично у вас потому что вы хозяйка или хозяин этого сказочного сюжета то вы на этой в этой сцене то вы что это для вас что там вообще происходит как вы думаете кто вы в эти косяки рыб вы этот царь морской который танцует да как он танцует ему нравится это или не нравится и вы вот этот садко смотрим и думаем кто же мы в этом сюжете какие возникают ассоциации о чем эта сказка можно даже взять ручку с бумажкой до остановить это видео на паузу поставить и написать маленькую сказку своей жизни сейчас где вы кто кто вы почему вы какие мысли какие чувства какие ощущения так а сейчас я дам все таки свою интерпретацию и надеюсь что какая-то ее часть срезонируется будет резонировать с вами и может быть дополнит что-то да сейчас все крутится вокруг вас вы вообще в эпицентре событий вы с удивлением обнаруживаете что или уже обнаружили что оказывается вы влияете на все что происходит ну реально реально да вы влияете и мало того вас есть горячее желание повлиять на все что с вами происходит сейчас жизни очень много чувств очень много эмоций до событий какие-то постоянно события какие-то происходят какие-то люди приходят и уходят и казалось бы можно сказать суета суета какая-то но так как вы центровку аста оставляете вот центрируетесь на себе поэтому все конечно крутится и вертится и чувствуя эмоции вот чувственный мир ну такой бурный у вас такой бурный тем не менее вы вот вы вы заказываете музыку и играете эту музыку тоже да и возможно вы на самом-то деле сейчас не совсем вам понятно для чего и куда идете но вот какое-то внутреннее ощущение как раз таки внутреннее ощущение помогает вам вы будто вот без слов понимаете вот что делать и куда идти или или есть какое-то ощущение куда я хочу ли вот я делаю правильно вы сейчас наслаждаетесь этой своей силой силой которые вы рождаете на эмоционально вы воздействуете на людей как хотите причем вы можете в положительно положительно на них воздействовать и отрицательно принципе вы даже понимаете что можете людьми манипулировать они могут танцевать как говорится под вашу тут куда но с другой стороны возможно вы уже понимаете что для вас это не интересно манипулировать даже все это можете но мне интересно вам хочется но созидать вам хочется навести какой-то свой порядок но до этого в принципе вот еще далеко вы знаете возможно вы уже умеете не понимаете что вы владеете стихиями да можете на это влиять но как раз таки вот сейчас вот ну как эксперимента вот если я вот сделаю так вот так на это стихии отвечают а если я сделаю так а вот так вот отвечает а вот так тогда будет вы как будто изучаете вот изучаете пространство и свою мощь свою силу здорово и так какую сказку вы идете о вы посмотрите какая сказка но разве это не не прекрасно а вы идете в такую сказку так начнем с того что давайте итак у нас метафорическая медитация и как есть помните говорила уже тут вы хозяйка или хозяин своей метафорических ассоциаций о чем эта карта для вас кто вы лягушка царевна которая поймала стрелу иванушки то ли вы иванушка может быть вы лес который на все это смотрит на о чем это для вас подумайте сначала расскажите себе эту сказку до в образах прочувствуйте ее вот и сейчас я расскажу свою интерпретацию и надеюсь что что-то из этой интерпретации будут резонировать с вами не я дополню хоть в чем-то да возможно буду вам полезны ну так вот но точно приспали точно понимаете начинается какое-то новое приключение и вы найдете как говорится первые первые свои бонусы от того что делали ранее для женщин идет жених что-то такое очень 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 перспективное до придет иванушка царевич все-таки до перспективы большие вы поймаете свое счастье то но смотрите обращаю ваше внимание внимание что это начало счастье начало на если вы иванушка то но то тоже да вот все вы найдете счастье возможно сначала подумайте как-то я рассчитывала на большее что то вроде бы как а вот ловите вот этот небольшой шанс который оказывается если к нему присмотреться вот смотрите что сейчас вашей жизни происходит возможно вы что-то недооцениваете но думаете ну ладно ничего 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 тоже результат ладно но на самом деле с течением времени вы поймете и ситуация будет так развиваться что вы поняли что это гораздо больше чем вам казалось сказку все знаем да право царевну лягушку делая выводы так и сравним эти две карты сравним сравним да что тут у нас что было и что будет то есть вы начинаете свои эксперименты владеть чувствами работать с энергиями и вот это уже в какой-то образ какую-то уже завершенную форму первую это все сделаете какие-то получите первые результаты и возможно сначала решите что ну ладно 1 блин кому на самом деле из всего этого просто окажется потом что это гораздо более масштабный проект гораздо более богатый клад это гораздо больше чем он кажется ваше мастерство перейдет в новую фазу вы всем этим уже будете гораздо больше большей степени владеть и гораздо большей степени вы сможете этим распоряжаться своим умением да и и своими чувствами причем видите на первой картинке чувство вода это всегда как бы эмоции чувства все бурлить на первой то вашей сказке который вы сейчас а какой вы идете вот лилии да я думаю что это все таки не болото не не болото царя на лягушку но не совсем болоте ведь и лилии лилии какие прекрасные лилии да то есть тут никакой гнилии конечно если вы дальше не пойдете то возможно это и превратится в болото сейчас лилии сейчас все очень красиво все прекрасно просто чувство вы начнете владеть чувствами они станут вам подвластны утихомириться наверное да не будет уже такой бури все обратиться в некую форму который вы который вы уже будете преобразовывать туда куда вам надо таком ракурсе и это может быть все что угодно вот вот что вот тут не знаю маленькая квартирка которая потом вы как-то ремонтируйте продадите купите еще две квартирки да но это я для примера до утрируя или там допустим некий какой-то маленький бизнес который вы начали значит начинаем с какой-то более-менее стабильной выручки а потом это все вырастает растет до либо это какой-то допустим союз человеком которого вы сейчас и не ожидаете вот с течением времени этот человек будет открываться и окажется что он но я просто джек-пот понимаете вот сорвала я не ожидала что он такой классный что мне так классно и что из этого всего ну то есть на первые результаты в своей новой сказке вы уже уже увидите и не надо обесценивать эти первые результаты да вот иванушка свою лягушечку так поверил но вернее сначала он ее принес домой и так ну ладно ну что поделать а потом так как все завертелось да так что ценим свой первый результат и понимаем что если мы будем дальше делать все таки в этом направлении дайте лягушку он тоже потрудилась достаточно да так что предстоит вам долгая сказка но сказка хорошая прекрасная что работайте работайте друзья так значит это наша вторая сказка и наша третья сказка наш ключик так сейчас какое-то время я настраиваюсь на нашу новую сказку на нашу третью сказка что у нас будут пусть и пока все хорошо пока хорошие сказки и не надо вообще преобразовывать никакие другие сказки да если вдруг нам не понравилось бы нашу сказка которую мы держим путь пока вот здесь со мной такие люди у которых сказка та самая которая нужна сказку хорошо третий вариант это сказка 3 сейчас сказка и в какую сказку держим путь первая сказка ухты имеля проснулся и наконец-то он пока у нас не совсем осознанные имели интересно здесь поймал щуку или нет вот думайте да то есть опять же смотрим на картинку и тут самое главное ваши ассоциации какие у вас ассоциации и от этого сказочного сюжета кто вы там кошка вон сидит кошка сама печка или емеля смотрим и думаем о чем же это для вас какие образы ассоциации возникают можем поставить на паузу кому хочется помедитируйте на эту карту теперь я скажу свою интерпретацию и надеюсь что что-то из моей интерпретации вам будет близко и так емелюшка наконец проснулся вернее вот понимаете в чем классно то что классно сама жизнь сама жизнь вот какой-то счастливый случай сейчас происходят с вами да что вот сама жизнь вас двигает вперед надо не надо как говорится даже ничего особо делать просто отдайся процессу доверяя этому процессу доверяя процессу жизни просто попали нужное русло в нужный поток счастливчик в нужное место в нужное время попали да и сейчас этот поток вас просто понесет туда куда надо вам нужно спокойненько сидеть на печи быть смелым потому что знаете но не всякий выдержит печь поехала да еще не понять куда закаленном зима а вон он какой до сидит а печь то теплая ночи как-то очень хорошие условия даже у вас все-таки для путешествия то в потоке смело с верой в себя даже с каким-то легкомыслим от слова легко да легко мыслим никакой тревожности никаких депрессивных состояний легко мыслим верим что приедем туда куда надо и вообще все идет по плану и вот именно это вот это оптимизм это это даже какой-то кураж жизненный нас приведет туда нашу счастливую сказку ну хорошо теперь давайте посмотрим какую сказку то ли эти имели о о посмотрите ребят поздравляю а имел это наш ну вот давайте сначала все-таки смотрим какие ассоциации лично вам пришли поставьте на паузу если могу вот 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 в эту сказку вы идете то вы здесь на этой на это в этом сказочном сюжете кот собака дед бабка самовар стол внучка вот там есть внучка то не заметил тоже в этом моя сейчас вам а еще птичка я сейчас вам дам свою интерпретацию я надеюсь что она с вами срезонирует и как что-то подойдет до языка любом случае вы сказку идете где будет стабильность стабильность тепло и уют где будет мудрость либо имели повзрослеет по мудреет найдет все таки стабильность своей жизни до приедет стабильное состояние придет чистенько смотрите вот все таки на первой на первом первом на первой нашей сказке который вы сейчас вот как-то все немножко не прибрано да а тут на второй посмотреть идеальный порядок все хорошо то есть вы наведете порядок своей душе в своем теле уют порядок радость вырастите а еще на интерпретация знаете так как я очень люблю психологию транзактный анализ эрика перна то для меня эта картинка до сюжетное явление вот о нашем что мы порядок навели с нашим внутренним миром опять же да то есть у нас тут есть заботящийся заботь заботящийся взрослый теперь нас то есть эрика перна это значит у нас есть взрослый внутренний взрослый внутренний ребенок и внутренний родитель заботящийся заботящийся извините родитель, да, у нас есть. Вот он навёл порядок, вот всё сделал хорошо. И счастливый внутренний ребёнок, вон у нас там есть, светлая головка, да? Светлые волосики. Счастливый. Сидит, сейчас чайка попьёт, баранок скушает. И вот, вот такая вот взрослая хорошая ситуация. Наведёте порядок в своём внутреннем мире, наведёте порядок в своём доме, в своей жизни, всё станет более понятно, вы станете стабильней, эмоционально, мысли приведёте в порядок. Впечатлений будет много. Смотрите, сколько еды, да? Будет стол ломится. Впечатлений будет хороших много. Тёплых эмоций. Вы нужны будете людям, котам, собакам, и вообще, да? То есть и востребованы. Все захотят прийти к вашему столу. Ну, все, все, все. Все хорошие, хорошие, добрые, нужные вам личности, да? Придут к вашему столу. Я поздравляю вас. У вас тоже замечательная, уютная, прекрасная домашняя сказка. Вы наведёте порядок, да? Повторю. Ну, смотрите, как было. То есть вы доверились потоку. И эгэгэ, езжайм, да? Дым из трубы. Ну, едем так едем. К лучшей доле. И приезжайте к лучшей доле. Ещё и наводите порядок в своём внутреннем мире. В своём внешнем мире и в своём внутреннем мире. Прекрасные сказки. Вот такие у нас три сказки. Три счастливые сказки. Я очень рада за вас. Я очень-очень за всех нас рада. Я, конечно же, тоже загадала один из вариантов себе. Мы держим путь счастливые сказки. Я желаю вам счастья. Больше улыбайтесь. И всё будет хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok